И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Давно у нас не было интересных, выдающихся, безумных игроков танков онлайн, не было вообще видеороликов, связанных с нашими любимыми рейтингами. Поэтому, ребят, если вам нравятся подобного рода видеоролики, если вам нравится обзор интереснейших игроков в нашем рейтинге, то обязательно не забывайте прожимать палец вверх, давайте наберем какое-нибудь большое интересное количество лайков. Я пойму, что данные видеоролики надо выпускать намного-таки чаще, и мы продолжим находить интересных игроков. Ну, а сегодняшнюю подборку, можно так сказать, для меня собрал один интересный человек с ником Hammer. Все вы его, наверное, таки уже знаете, если смотрите стримы, если смотрите видеоролики, я уже не раз о нем говорил. Очень интересных игроков он находит для меня, поэтому сегодня смотрим подборку данных игроков и начинаем с одного очень интересного игрока, ник которого MLN Core. Пойманы у него 11 тысяч золотых ящиков. Вы просто вдумайтесь в это число. 11 тысяч золотых ящиков. Это 11 миллионов кристаллов. Это треть моих заработанных кристаллов на основном аккаунте, и это тот самый игрок, которого многие, может быть, не знают, но это очень сильный, наверное, любитель DM-режима, и, в частности, именно таки ловли золотых ящиков на диктаторе. Да, здесь не такие большие цифры по набитому опыту в режиме. Каждый сам за себя, но вы просто посмотрите на это число наигранных часов. Это 4 тысячи часов. Это значит, что очень много времени данный игрок уделял именно таки данному режиму. И просто стоя на паузе, выжидая золотые ящики, он их ловил. Да, может быть, какой-то процент от этих пойманных голдов есть сброшенных именно таки, но, по большей части, я уверен на 100%, это золотые ящики, которые он сам поймал. И считаю, что 11 тысяч голдов. Это очень-очень отличный результат. Я, честно говоря, большее количество именно таки взятых игроком золотых ящиков не видел. Если вы видели, можете скинуть ссылочку в описании. Будет вообще, в принципе, интересно, вернее, не в описании, а в комментарии, посмотреть вообще игроков такого плана. Второй игрок у нас циферный. Ник его 1.9.08.1955. Не знаю, что означают данные циферки, но этот аккаунт играет на Мамонтогроме. Мамонтогром набито 2 миллиона опыта, а на данном вооружении набито 1.5 миллиона опыта. Более чем уверен, что не имеется у данного игрока ни одного другого вооружения. И при всем этом раскладе я могу констатировать то, что весь данный опыт был набит именно таки на данном вооружении. Ну, за исключением, наверное, таких каких-то начальных там левелов, когда было вас по смоку у данного игрока. Он там, может быть, чуть-чуть на ней что-то набивал. Но рейтинг у нас после того, как уже обновился, свидетельствует о том, что данный игрок набивал весь свой опыт на Мамонтогроме. И вот такой вот интересный персонаж у нас сегодня появляется. К слову, сегодня таких игроков будет много. Поэтому переходим к следующему. Следующий у нас Волк109. Это игрок, который играет на Hornet от Винси. 2,5 миллиона опыта у него на нем набито. При всем этом раскладе у него вообще имеется почти 5 миллионов опыта. Следовательно, можно сказать, что половина его опыта набита на данном вооружении. Не знаю, что там было до начала введения наших рейтингов. Возможно, набито на данном вооружении еще и еще больше опыта. Но у данного игрока имеется Викинга Жига. Поэтому, возможно-таки, даже еще Хантер имеется, Мамонт. Возможно-таки, данный игрок играл еще и на каких-то других вооружениях. Но не только на Hornet от Винси. Переходим к следующему. Следующий игрок у нас 10 женек 10. Данного игрока я лично знал. Сейчас он уже не играет какое-то продолжительное время в нашу любимейшую игру. Этот игрок при 7 миллионах опыта имеет УП-семерочку. Я считаю, что это довольно-таки достойный игрок. И его стоит внести в данный список сегодняшних выдающихся игроков. И для такого количества опыта, 7 миллионов именно-таки опыта, 7-очка УП, это очень достойный результат. При всем том раскладе то, что у данного игрока не было набито опыта именно-таки в режиме Джиггернаута, где сейчас многие игроки набивают УП-шку. И там это сделать гораздо-таки проще, нежели набивать там опыт в каких-нибудь ББП-шечках. Потому что данный игрок, я знаю, что играл и в ББП, и в разных матчмейкинговых боях. Но это уже там и захват флага, это уже и какие-то демочки. Поэтому в этом плане у него все это было намного-таки сложнее. Но он сумел сохранить довольно-таки хороший УП в данном рейтинге. Следующий игрок у нас Алина689.ru. Это игрок, который играл весь свой аккаунт, можно так сказать, весь свой путь, и продолжает набивать опыт на диктатора с Макея. Уже совсем скоро данный игрок приблизится к своей первой легенде. И это очень достойный, наверное-таки, результат для данного вооружения. При всем этом раскладе я могу сказать то, что набивать на диктатора с Макея опыт в матчмейкинге, это, ну, не самое крутое, наверное-таки, занятие. Потому что сейчас диктатора овердрайв не сказать, что сверх так круто нагибает. Поэтому не самое приятное удовольствие. Но игроку нравится, у него все получается. Следовательно, я могу констатировать то, что совсем скоро у данного игрока будет уже своя первая легенда. Ну, а мы переходим к следующему. Следующий игрок у нас набивает какой-то минимальный опыт в игре. Я не знаю, что он делает, мультит или еще чем-то занимается. Но это очень интересный аккаунт. Не знаю, каким образом удалось выцепить Хамеру данный интереснейший аккаунт. Это игрок с ником Гарир, Капитан. И так выглядит, как будто у него ничего нету интересного. Да, там по вооружению М0 какие-то. Здесь тоже какие-то М0 вооружения. Думаете, блин, а что здесь может быть интересного? А интересное здесь то, что у данного игрока имеется целых два модуля М3. Это модуль от Рикошета и модуль от Грома. Я могу предположить, что Рикошета модуль М3 это как раз-таки краска искра, после которой ему выдавался данный модуль. Ну, а что касаемо Гризли, именно-таки резиста от Грома, то здесь это, конечно же, Кедр. Тоже имеется такая красочка у нас в игре. И у данного игрока имеется сейчас на Капитане два модуля М3. При всем этом раскладе у него довольно-таки печальнейший гараж. В Воспожиге имеется М1. Больше ничего достойного я на данном аккаунте не видел. Но какой-то минимальный опыт он набивает. И я не знаю, где он может здесь играть. Возможно, это какие-то вот каждый сам за себя бои, бои какие-то. Захват флага, чуть-чуть матчмейкинга играет парень. Что-то получается. Интереснейший аккаунт. Я считаю, что довольно-таки прикольный. Василий 1979. Я не знаю, возможно, это год рождения данного игрока. Но это Вулкан М0, Титан М1. Генерал-майор, который продолжает набивать опыт в нашей игре, он продолжает играть на данном вооружении. И, конечно же, если бы я встретил данного игрока в бою, я бы, наверное, сказал, что это какой-то бот или мульт, или я не знаю вообще кто. Но как на таком вооружении можно набивать опыт? И, к слову, не такой плохой опыт именно-таки по цифрам у него получается на нем набивать. 11 тысяч за неделю набить опыта, это не сказать, что такие маленькие цифры, и не сказать, что это так просто на Вулкане М0-то. Я-то представляю себе, насколько тяжело даются киллы данному игроку. И меня, если честно, даже поражает то количество УП, которое имеется у данного игрока. У него имеется 0.64, а это значит, что не так уж и сильно страдает данный персонаж на таком вооружении. Хотя вооружение ожидает, не знаю, даже не то, что ожидает, желает лучшего какого-то результата. Я не знаю, что бы ему было бы сейчас круто иметь в гараже. Но если бы у него был бы хотя бы данный Титана бы Вулкан М2, то на нем уже можно было бы намного-таки комфортнее играть. А так, это ужасное страдание, как по мне, и я бы, конечно же, не хотел бы видеть данного игрока в своей команде. Следующий игрок с ником Camils1234. И это тоже очень интересный аккаунт, который набивает свой опыт исключительно на М1 вооружении. Нет у него ни М2, возможно-таки какое-то М1 вооружение у него выкачано до М2. Но очень-очень странно, потому что периодически данный игрок заходит в игру, значит, он пытается что-то здесь сделать. Но на генерал-лейтенанте иметь только М1 вооружение, это как-то очень-очень странно. Если бы у него был бы хотя бы, наверное-таки, данный Викинга Рикошет М2. Я бы мог понять его, мог бы понять то, что он каким-то образом, может быть, что-то у него не получилось по прокачкам. При всем этом раскладе у него-то слито не такое большое количество нарки. Значит, где-то кристаллы эти должны быть. Я не знаю, куда он их потратил, потому что у него заработано, по рейтингу написано, почти 1 миллион кристаллов. А это значит, что у него они как-то, ну, не должны были вообще спуститься в пустоту. И так печально все имеется на генерал-лейтенанте. 0.40 УП страдает ужасно данный персонаж. Но такой вот аккаунт имеется. И если он периодически заходит в игру, следовательно, он кому-то мультит матчмейкинг, можно так, наверное, таки сказать. Я не знаю, на данном вооружении ты по факту уже являешься таким каким-то нубом, батом, мультом. Костян. Следующий интересный персонаж, и это Васпорельса. Васпорельса достойнейшее вооружение. Все вы знаете ту любимейшую песенку про ХРВР, про киберспорт, про все дела. И у него получается это довольно-таки неплохо. Четвертую легенду данный игрок уже навевает на данном вооружении. Его все устраивает. Возможно-таки он совсем скоро уже начнет принимать участие в различных турнирах МОЦА. Потому что я думаю, что сыграя такое большое количество времени на одном вооружении, он уже прилично настрелялся, пристрелялся, там уже нагибать, наверное, даже научился на данном вооружении. И я думаю, что если он меня слышит, то ему обязательно нужно попробовать поиграть в каких-то определенных турнирах. Ну и последний игрок на сегодня это Тики Тави. Тоже очень интересный игрок, который набивает свой опыт на Хорната Молоте. Хорната Молот, я скажу, что не такое уж плохое сочетание при всех тех реалиях, которые у нас сейчас имеются. Это значит, что у него имеется суперский овердрайв на Харьке. Молот, скорее всего, с дуплетом. Если бы у данного игрока был бы еще бы, наверное, таки бустер, но хотя, в принципе, у него имеется штурмовик. Тоже довольно-таки неплохой дрончик. У него все должно неплохо-таки получаться. И если смотреть на его набитый опыт и кристаллы за неделю, я могу сказать, что довольно-таки неплохо. Довольно-таки неплохо для такого вооружения. Да, конечно, УП желает, наверное, быть немножечко побольше, чего-то достичь большего. 0.50 все же это очень-таки, очень-таки мало, как по мне. Но у него получается, ему нравится, следовательно, все у него идет только постепенно вверх. И, возможно-таки, скорее всего, у него в ближайшее время уже появится какой-нибудь новый, наверное, таки дрон. Потому что вооружение его устраивает. Ну, а если бы у него появился какой-нибудь бустер, я считаю, это было бы достойно. Ну, и всего у него имеется только три модуля. Три модуля, Жига, Фриз, Молот, тоже, в принципе, достойные резисты. Я бы, наверное, только посоветовал бы данному игроку еще бы прикупить резиста Трисы и Грома, которые в матчмейкинге очень много наносят урона и вообще мешают играть. Но если ему данные резисты не нужны, то это его, в принципе, право. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня получился. Если вам понравилось, то обязательно, ребята, не забывайте прожимать палец вверх, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok